И вновь доброго времени суток. Я починила Детройт, поэтому мы продолжаем. Собственно, в чём была проблема? У меня были не обновлены драйвера в NVIDIA, и карта эта моя видеокарта NVIDIA GeForce 10 серии, и они крашили мне игру старые драйвера. То есть я очень долго не могла сообразить, что за сообщение такое появляется перед запуском игры каждый раз. Типа, что-то там NVIDIA, что-то там устарело, что-то там плохо, всё. В конце концов, когда появилась проблема с началом второго, так сказать, действия вот этого вот с Кэрой, я решила таки углубиться в эту проблему, скажем так, и решить её. Так, видите, у меня это вроде бы получилось. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовят 10 тысяч... Их и поездку в день. Пойдём. И помогает в домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Я коробку нашёл. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. Макси тысяч 9000. Погоди, погоди. Может я смогу... Скажем... Скажем так... Изображение повысить. Шкала разрешения. Применить. Дата. Ну давай, давай, давай. Чё, уже всё? Чё, не понял. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны. Идёмте со мной, я оформлю заказ. Не кажется ли, стало хуже? Прекрасно спасёт. Козёл пришёл. Бесит этот случай. Вот она. Я готов подключить. Ну конечно, запили бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что говорите, с ней стряслось? Сокин сын. Да на дороге. Фургоном сбило. Ааа, ясно. Там ты грёбаный фургон. Ну короче, теперь как новенькая. Но пришлось систему сбросить. То есть память у неё стёр. Так, давай-ка мы всё-таки с тобой обратно это открутим. На изначальные настройки. Ага, понял, ясно. Это ведь ничего? Ничего. Прощайте фпс. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. Сокин сын. Айс-400, запиши своё имя. Не хочу, можно мне остаться здесь? Кэра. Моё имя Кэра. Just a fucking god. А не человек. Моё имя Кэра. Так. Не хочу, можно я убегу. Продолжаем свой телефон. Поразительно удобная вещь, однако. Ой, а тут красота. Блин, всю жизнь хотела путешествовать, а в итоге годами заперта дома. Ну что такое, а? Ммм, да. Ммм, надо будет как-нибудь на плохую концовку перепройти. Нет, я просто хочу один раз своими силами все сама решить. Ну, с первой головой я перепрошла несколько раз. Ну, как первой головой. Вот первая эта вот сцена вот с заложницей. Я перепрошла несколько раз, попыталась найти концовки. Но ничего толком не добилась, чуть-чуть чего-то пооткрывала. Потом мне эта мадам из меню сообщила, что оказывается, это, блин, надо. Сначала все полностью пройти для полного, так сказать, мира ощущения сюжета. А потом уже перепрохождениями и вариациями их исследованиями заниматься. Так, найденные статьи можно прочитать в разделе дополнительно. Хера. Киберлайф учит своих андроидов сосуществовать с людьми. Количество игроков многопользовательской VR-игре достигло одного миллиарда. Миллиард задротов. Тайны андроидов. Как Киберлайф учит своих андроидов сосуществовать с людьми. Разработка андроидов, которые не вызывали бы у людей отторжения, стала для компании Киберлайф самым большим испытанием. Джонсон, граф, директор отдела человечивания, в недавнем интервью поделился с нами своим секретом дизайна. Такие мелкие буковки, однако. Первые андроиды были идеальны. У них были идеальные лица, идеальная мимика, и вскоре мы поняли, что в них есть что-то отталкивающее, что-то такое, из-за чего рядом с ними люди чувствуют себя некомфортно. Компания Киберлайф начала работу по очеловечиванию своих машин, чтобы они смогли войти в наши дома и стать новыми членами наших семей. Они создали андроидов обоих полов и всех существующих этнических групп, а также проанализировали тысячи голосов, чтобы подобрать наиболее приятные тембры. Было улучшено реалистичное моргание, хотя практической нагрузки оно не несет, а также дыхание, волосяной покров лица и прочие человеческие черты. Именно в этой совершенно симуляции человечности, вплоть до тех деталей, что андроидам не нужны, заключается секрет успеха от дизайнеров Киберлайфа. С 2000-го года средняя мировая температура поднялась на 3 градуса. Климатические переселения, как окружающая среда, меняет американское общество. О, проблемы экологии, господи. Дамбу в Майами настроят еще на 10 метров. Окружающая среда, меняет американское общество, климатические переселения. Как показала недавняя перепись населения США, по мере того, как поднимается уровень моря, климатические изменения делают погодные условия все суровее. Некоторые процветавшие прибрежные города пустеют. Богатые жители распродают дома в Майами и Лос-Анджелесе, стремясь переселиться вглубь материка. Или на возвышенности. Из-за того, что растут цены на недвижимость в сельской местности, а дома ранее в привлекательных районах, наоборот, стремительно теряют в стоимости. И хотя... Стремительно... И хотя это звучит как возможность для не очень состоятельных американцев открыть для себя новый стиль жизни, реальность далеко не столь привлекательна. Я еще кофе не допила, так что... Глаза мне плохо видят. Это я про запинки говорю. Так, недвижимость на побережье угрожает не только повышение уровня воды, ураганы и прочие климатические факторы. В последнее время все заметнее делается бегство городов. Тенденция, при которой все сервисные службы и сопутствующая инфраструктура тянутся за респектабельными клиентами в новые районы. Специалист по градоустройству Арнольд Уотерс называет это эффектом пончика, поскольку центры прибрежных городов пустеют. Я ни хера не понял, наверное, потому что мое представление, пончик это круглый... Абсолютно круглая фигня такая. Без... Скажем так... Ну как пирожок, только масляный. А внутри джем. Вот что для меня такое пончик. Других никогда не видела. Так, подобная статистика в очередной раз демонстрирует влияние климатических сдвигов на американское общество, и из-за них меняется не только окружающая среда, но и общественная структура. Пошли. А, кстати, о Таби. Таби. Знаете что? Почему я сегодня без ветки? Потому что у меня плюс 30 за окном. Я сдохну, если буду краситься в таком же. Ох ты. Что там у вас? Саду. Чувак, беги! Это не его, а не за ним. Пойдем. Ой, смотри, кто там это. Херня какая-то летает. Это вроде бы дронами называется, да? Ну, я когда-то полностью прослушала эти песни в свободном прохождении, так что я, пожалуй, на бою. В смысле. Она выронила телефона, он ее взял и поднял. А, ну, я не знаю. Они их собирают. Так сами-то ленят. Все это делят. Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Может быть. Но в другой раз. Жди, дядя, жди. Мы уже не проживем без рабов, исполняющихся наши мелкие, жалкие желания. Люди ленивые и жопы придумали все, чтобы самим нихера не делать. А в итоге сами же от этого и страдают. Придумать-то придумали, а последствия их не подумали. Ясно, понятно. Все как всегда. Кукурузики. Сложновато управлять мышкой все это дело. Здрасте, дядя. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас 63 доллара. Подтвердите платеж. А я не хочу платить. Ладно, ладно. А может я на мили? Кто знает. Может ты вообще бомжик? Куда тебе знать? Ладно, поперлись отсюда. Кстати, там был момент с демонстрантами. Типа можно к нему подойти и получить пиздюлей и унижение. Л-контрол. Л-контрол. О, класс. Тут можно менять ракурс. Достиж фантастиж, просто. Пошли, пошли. Там где-то была толпа злобных придурков. Они же демонстранты. Вон они там, где-то. Где-то они там. Где-то они там были. Здесь, ребят. Хера, он высокий. Наш товарищ. Видите? Стоят два чувака рядом, он явно выше. Не-не-не, я обойду. Не хочу, не хочу. Чувак, машь ты ему в рожу, а. Задолбал, командовался. Не-не, ну в принципе, в прошлый раз я дошла до остановки просто, вот тупо, вот туда вот. Ладно. Нормальный человек подошел бы сюда, а я просто пошла туда в прошлый раз. Ладно, пойдем нормальным путем. Моим. Я не хочу с вами связываться, товарищи. У нас сегодня мирный путь проходится. Опа! Автобус без нас приехал, ура! О, вагон для андроидов. Достой, как в Америке в 30-е годы. Вагон для негров. О, ну она у них там была где-то до 60-х. Это отдельный вагон, где позволялось ездить только негром. Ой! Всякое бывало в истории, нечего сказать. У нас крепостное право, у них рабство. Всякое, конечно, бывало. История штука сложная. Маркус сел в автобус. Маркус не дорвался на неприятности. Маркус ничего не послушал. Безразличие. 66% завершено. Отобразить ленту. Легенду. О! Фига. Ну-то такое было? Попьерлись дальше. 5 ноября. Так, что у вас тут происходит? Доброе утро. Реально надо было драйвера всего лишь обновить, чтобы все корректно работало. Может даже Майнкрафт не будет лагать. Прикинь. Ты идешь? Не-а! Я сваливаю. Ну тебя нафиг, жирный придурок. Ух ты, стройка. Не понимаю я всю эту стеклянную росту. Можете называть меня ничего не понимающей старухой в МАИ-21. Но я ни хера не понимаю в этой стеклянной говнятине. Постой, постой, постой! Ну подожди, там было что-то еще. А сам, сука, убраться не можешь, да? Жирный пидорас. Вот из-за этого она и съебывает. Алиса! Это ваша Алиса. А, вот ты где. Это Алиса. Тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Иди нафиг тут. Жирный сукин сын. Не, можно я пойду? Разрешите пойти отсюда нафиг. Кредиты, кредиты, иллази. Хамань все банки. Чё, чё, чё? Можно еще как-нибудь изменить ракурс? Прибраться внизу. Ладно. Заебадно. Фиг с тобой. Жирный козел. Он еще и нарит, если вы не знали. Развлекалась немного. Со спойлерами для себя. Я заодно и вам, и за спойлером. Хотя вы это знаете все больше меня. Серьезно? Вряд ли есть люди, которые эту игру... До сих пор. А это смотря, чё надо. А-а-а. Сукин сын. Ну да. Я достану. Как? Как мне... В мусор какой-то швырануть? Собрать мусор и вымыть посуду. Завтра подвезу. Задействовать. Расканировать. Ты чё, еще и посудомоечную машину сломал? Сукин сын. Вы сказали деталь. Ах ты ж мать. Куда мусор выбросить, простите? Где у вас тут мусорка, ребят? Где твой трэшбэк? А? Пузины сквозь такси. Ты таксистов раньше был? Сукин сын. Да хватит уже тут маячи. Простите этого. Больше не повторится. Я мусорку найти не могу, дядя. Я не могу мусорку найти. Можно я тебе на голову все это надену? Где тут мусорка? Как тут мусорку найти? О, смотри, смотри, смотри. Вроде и мусорка, а вроде и нет. Ебанус. Так, кажется, я сломала игру. Я не могу мусорку дойти. Хорошо. Собрать мусор. Помыть посоль. Можно мне помыть бутылку и успокоиться на этом, пожалуйста? А, это поставить надо, господи. Эг, я тупенькой сегодня. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Раздолби тарелку. Раздолби тарелку. Раздолбай этот фарфор. Хотя я сомневаюсь, что у него фарфор, скорее, и керамика. Это в лучшем случае. Такие, как он, в основном, эсфалеги живут. И бумаги. Эх, сукин сын. Есть же такие жены и бестволчие в мире, а? Ага, сейчас обойдешься без пива. Сначала я сделаю все свои дела. Что, так не выйдет? Сам уже, блин, задание дал. Какого хрена отвлекаешь? Санов беч. Ну, это же, ну, пидорасу. О, это еще легнутая плазма. Че-че, стоп, харчо. Сам катись. Жирные блюда. Э, а убраться? В смысле, блядь? Собрать мусор в корзину. А, в смысле, сначала берешь корзину, потом херачишь в нее мусор. Я понял, я понял. Начались долгие продолжительные минуты гибблые. Э. Трынь. Как у вас за две недели тараканов не развелось? Скажи, пожалуйста. Я поражаюсь. Как вы до сих пор не развели тараканов? Товарищи. Свинтусы и пидорасы. Я с вас балдею просто. Ей, у меня Детройт работает. Нормально. Можешь включить пылесосик? Вон там и это. Собери-ка. Собери-ка, убери-ка. Так, ну прибавлялись на кухню. Ага. Ну, пойдем. Чего? Вынести мусор. Туда? Туда. Осваиваюсь потихоньку с мышкой. Дом у них какой-то говеный, а? Ку-ку-ку. Вон у них там чего. Чего-то делается, слышь. Чего-то прям вообще и делается. Охерить. Ку-ку. Автобус. Окей. Мы нашли автобус. Полезная информация. В этом мире есть автобусы? Ку-ку. Чего за херня-то? Сам ты херня-то? Чего с тобой? ТЯТЬ! Закончи дела на первом этаже. Запрещено, запрещено. Сук говна собачьего. Ку-ку. Поговорить с Тодом, включить пылесос и смотреть за дни. Кусок говна наркоманского. Пошли, что ли, пылесос? Пылесосик. Сукин сын. Ненавижу этого мужика. А ничего, что крышками наружу надо ставить, не? Пылесос. Мне нравится пылесосик. Чё тебе надо, сукин сын? Ну, ребёнок играет, ну, холь ты, ёпта, девочка. Она всегда меня нарочно бесит. Сейчас он вообще ребёнка заводил. Сейчас такой, блядь, умный. Дети его бесят. Не пора ли запретить андроиды силы? Футбольная лихорадка, предположение грядущих трансферах. Фига. У-у-у-у-у, я там ничего не понимаю. С-с-с-с-с-сентури. Транспортная инновация, стряхнувшая Калифорнию. Большое наложенное сообщение. Политика в фокусе, коррупция в американском сенате, правда или ложь? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. У-у-у, можно без политики сегодня, пожалуйста. Я не хочу больше читать. Мне горло болит. Сегодня я начитался. Ребенка! Ребенка! Давай поговорить с ребенкой. А ребенка не хочет говорить. Жалко. Ну пошли что ли двор осмотрим, а? Давай, давай. Исследование местности. Не-не-не. Да я точно не хочу так в дом к этому уроду. Лучше на свежий воздух. Принести одежду. Принести одежду. Принести одежду. Что там? Что там? Что там? Что там? Смотри. Ух тыжка. О-о-о-о! Мы нашли закоулок. Через который сможем выбраться при большом желании. Так, две двери. И там что-то горит. Мда. Не люблю я такие районы. На самом-то деле. Извините. Правда, горло болит. Ребенка вышла. Это же ребенка. Постирать белье. А можно не постирать, а с ребенкой поговорить? Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? Ну, ребенка, давай поиграем, что ли? Хочешь, поиграем? Погода. Эх, ребенка. Ну, куда ушла? То есть, варианты не закончились. Взяла, ребенка ушла. Ну шо ж такое В общем-то на этом Можно серию завершать Я решила не затягивать на 40 минут В общем-то это был канал No Comments Paradox Игра Detroit Become Human И услышимся в следующем видео Пока Продолжение следует